На карте Забайкальского края до сих пор еще остаются поселения, которые почти полностью оказались разрушены временем и банкротством в градообразующих предприятиях. Микрорайон Отмахово в городском поселении Болейское один из них. Семья Николая Мартюшова четверть века, проработавшего электриком на шахте Болейзолото, почти 20 лет после ее закрытия живет в аварийном доме. От прежних благ цивилизации осталось только электричество. Об остальных коммунальных удобствах пенсионерам пришлось забыть. Воду они носят сами, с 6 утра топят буржуйку, которая кормит и обогревает их долгими зимними вечерами. Мы живем в зале, живем в зале, спали, спали и все. А там ничего нет, просто. Как кладовка, да, все получилось. Потому что холодно? Холодно, там ни обогрева, ничего нет. Положенную как льготникам субсидию на оплату за коммунальные услуги супруги Мартюшову не получают, потому что их дом уже давно считается списанным. По документам люди в нем проживать не должны. Только выехать из своих ветхих стен Мартюшову некуда. Как некуда выехать и их соседям, так и живут 7 человек в 16-квартирном, почти полностью разрушенном доме. Обращались, это еще, правда, было давно. А там заявление? Ну, заявление, там писали заявление, его потеряли. Сказали, мы потом пришли, новые заявления писать, а новые заявления 50. Ой, писать. Нужно забирать справки. А справки стоят очень дорого. Таких неучтенных жителей в Отмахово наберется еще несколько десятков. Поэтому 74 семьи цифра не окончательная. На самом деле нуждающихся в переселении гораздо больше. В 2010 году в рамках региональной программы по переселению из ветхого аварийного жилья 17 семьям удалось предоставить достойное жилье. В прошлом году и в текущем войти снова в эту программу не позволил дефицит городского бюджета. Но есть другой выход. Попытаться получить средства на строительство одноэтажных домов для отмаховских жителей из Федерального фонда реформирования ЖКХ. Построить дом, даже скромный, обойдется миллион, полтора миллиона. Для этого мы должны вложить собственные средства 25,22%. Естественно, денег этих нет. Но если бы на уровне края порешали и для таких поселений, как город Болея, были выделены из краевого бюджета какие-то денежные средства, позволяющие нам вложить эти 25,22% и войти в федеральную программу переселения из ветхого аварийного жилья, это было бы решение проблемы. Все, кто мог позаботиться о себе, уже давно выехали из Отмахова. Здесь остались старики и малоимущие граждане, которые надеются только на государство. Елена Маковеева, Олег Сукач, Вести Чита.